Телелектронов, как видите, это наиболее современное оборудование, применяемое в лучевой терапии. Основной состав это терапевтический стол, гантри, укладка пациента и фиксация производится очень строго. Здесь даже прописаны нумерации, в каком положении фиксируют пациента. Пациента укладывают на стол, выравнивают относительно ганты, далее запускают уже инвесторитель и проводят лучевую терапию. Сам стол из углепластика прозрачен, поэтому позволяет проводить так называемое изображение в пучке, то есть прошедшее излучение через пациента, можно зафиксировать и на аппарате сравнить с тем, что мы делали в плане лучевой терапии. Как мы это сделали? Это позволяет проверить, провести верификацию плана лечения. То есть настолько оборудование уже заботится, как бы создает обратную связь с пациентом и лучевой терапией, что любая какая-то деталь отклонилась, мы можем его скорректировать уже здесь на месте. Вот за счет этого линейный ускоритель довольно-таки современная оборудование. Также здесь гантли позволяет нам, вот стоп-рамка, она позволяет защищать пациента. Гантли не всегда находится в статичном положении, может вращаться вокруг пациента, создавать, как бы, такая ротация арка. И если случайно столкнется с пациентом, потому что это 5 тонн, то представляете, у него сила, он может задавить что угодно. Для того, чтобы остановиться вовремя, это стоп-рамка. Любое движение, любое, он сразу выключает все оборудование, излучение, любые движения останавливаются, потом это корректируется, если какая-то ошибка. Но для этого проводится тестирование, прежде всего, чтобы этого не было, но на всякий случай есть защита. Поэтому пациент не только лежит в неподвижном положении, но он еще защищен. Его не только лучевая терапия, но и безопасность пациента. Ну вот, собственно, сам портал, который позволяет получить изображение, прошедшее через опухоль, и сравнить с планом. Оно выдвигается, но сейчас, так как он отключен, выдвигается, и находится ровно вход в поле, прошедшее излучение. Столк углепластик прозрачен для излучения, никаких поглощений нет. И мы видим хорошо рентгеновское изображение опухоли в конфигурации поля. Здесь коллиматор, но он здесь не виден, вы видели, там многолепестковый коллиматор. Каждый лепесток, сейчас здесь получается толщина лепестка 5 мм. И позволяет создавать, как бы, вот такими квадратиками, он подходит к конфигурации ровно к опухоли. Поэтому объем опухоли выстраивается за счет этого коллиматора, и окружающие органы не задеваются. В отличие, допустим, от старых методик, когда прямоугольное поле немножко отрезается в углы, там, где не надо, закрывается блоками. Здесь же уже встроена именно функция внутри этого многолепесткового коллиматора.